И всем привет, дорогие зрители моего канала! С вами снова я, генерал Владимир, и мы начинаем новую серию Let's Play The Lost World. Ребята... Так, сори, привалось. Ребят, сегодня я буду один. Случайно привалось, потому что вместо F5 я нажал F11. Я не знаю, почему я это сделал, но, тем не менее, я это сделал зачем-то. И сейчас я посплю здесь, потому что... Потому что, собственно говоря, ночь была у нас. Итак, ребят, мне нужны земельки для начала. Земелька. Так, громковато как-то немного все-таки громковато. Так, настройки. Давайте поставим громкость где-нибудь вот так, сор. Хотя, может быть, громковато только у меня. В принципе, мне 4 блока земли хватит. Я сейчас поясню, объясню, расскажу, в чем суть. Значит, у меня есть небольшая задумка, небольшой проект на тему площадки наверху. И да, вы видите, что здесь насыпаны земли уйма, и что-то я, видимо, из этого собираюсь делать. Вот таким, даже мне бы двух, наверное, хватило. Вот таким вот образом я эту площадочку соединяю, мы потом в конце серии прибежим и обязательно посмотрим, ребят. Что у нас здесь произошло? А, собственно говоря, она должна начать... Начать, 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 начать что? Начать соединяться, чтобы туда пошла потихонечку вот эта зеленая травка. Травка. Здесь у меня все это дело работает замечательнейшим образом, оно меня полностью устраивает. Тут есть такие вот лампочки. Они из мода Eternal Isles. Если мы на них наведем, нажмем... Угу, так. Да, я думал посмотреть. Оказывается, вспомнил, что у нас нам 4 кнопочка, да? Она показывает, что делается, а не... Как делается? Ага. Так тоже не хочет работать. Ну да ладно, она у меня есть вот здесь. Вот таким образом крафтится эта лампа. Они мне очень понравились. Я их... Позделал. Позделал их тут, конечно. И еще у меня вот здесь стоит из Extra Utilities вот такой фронанс-генератор. Он работает, собственно говоря, так же, как и обычный вот такой вот генератор. Кстати, оба, они при выколупывании не выпадают. Ни эти предметы, ни вот это. И энергия в них остается, и это вообще обалденно. А еще, ребят, я поясню, почему здесь стоят печи. Потому что я понял просто одну очень элементарную особенность. Как бы эта вещь всегда существовала, и я так полагаю, что будет существовать либо очень долго, либо тоже всегда, ребят, имейте это в виду, когда вы играете, да? Если вы, получается... Что-то подтягиваете чуть-чуть. Вот, то есть, если вы, получается, жарите предметы в печи, которая вот такая, то вы не получаете нифига, никакого опыта, только предметы. Вот, поэтому я решил все, что можно делать. Вот, дробитель, всякое такое, да? И потом пережаривать, конечно, в обычных печах, потому что с них я получаю опыт, а здесь опыт набрать сложно, потому что частые смерти, они все-таки за себя, знать, дают, да? Дают знать о себе, точнее. Так, и я вот думаю, может быть, мне меч зачаровать еще, допустим... Так, с кем я обычно дерусь? Давайте подумаем. Это бывают... Зомби. Зомби мяса, мне, честно, хватает. Его можно выбрасывать, оно мне не нужно, по сути-то. Это бывают скелеты, с них выпадают стрелы, кости. Это хорошие вещи. Так, ребята. Еще это бывают криперы. Мне нужен порох, весьма-таки нужен. И эндерманы. Да, ребят, это все-таки хорошая была мысль. Стоимость починки 4, нет, не буду. И я его... Так, добыча, прочность, вампиризм. Вот, очень хорошая вещь, но... Пам-пам. А почему я не могу? Требует 9 уровней даже на началку. А вот это уже печальненько, ребята. Но это ничего страшного. У меня там ходит где-то корова. И пусть она ходит. Опыта я все равно с ней не наберу. У меня есть блокнот. И мы здесь видим, что блокнот у нас открыт на страничке, которая называется The Last World. Седьмая серия. Собственно говоря, которая сейчас вы смотрите. Итак, откроем блокнотик. У меня тут первым пунктом стоит столы и формы. Ребята, столы и формы. Вы поняли, о чем идет речь? Там дальше, кстати, следующим пунктом был намек, о чем шла речь. Вот. Но, тем не менее, как бы кто не понял, добро пожаловать на мою серию. Ну, в общем-то, и те, кто понял, добро пожаловать. И сейчас мы с вами будем делать одну замечательнейшую вещь. Вещь ты где? Вещь. Ты что, потерялась? Ку-ку. Тинкерс Констракт. Да, ребята. Видите ли, в чем дело. Кирка из лимонита, которого, в общем-то, кстати говоря, у меня два с половиной стака. Несмотря на то, что я кучу топоров сделал из лимонита, закинул их в вырубитель. Почему лимонит? Отвлекусь, да? Почему лимонит? Почему не аметист? Из аметиста, например, можно было бы сделать четыре топора по тысяче использований. Но аметиста двенадцать, а лимонит, он практически ни на что не требуется. Вот только на инструменты. И вот у три стака было полных, но я их наделал. И что, ну подумаешь, он чуть-чуть менее такой сильный, да, топор. Ну как бы... И что, какая разница? Это не суть важно получается у нас. Итак, ребята, нам нужно сделать четыре вещи. Инструментальная станция. Далее создатель деталей. Трафаретный стол. И, собственно говоря, станцию создания. Из которой позже будет инструментальная кузница сделана. И, пожалуй, сделаем еще и сундук со схемами. Итак... А, факел горит. Ну окей. Итак, мы приступаем. Инструментальная станция делается из станции создания. Которая делается из верстака. И вот такой вот пластины. Так, что-то у меня горлышко запершило. Но это ничего страшного. Это дело проходящее. Так, делаем палки. Я... Почему я так делаю? Я сразу, ребят, сделаю вот этих пластин. Много целых 32 штуки. Они потом будут нужны. Из них делается вам куча всякой... Всякой разности. Поэтому пусть они будут. Тем более, что, как бы, Вовчик приедет. Да, кстати, Вовчик приедет. Обещал 18-го числа прилететь. И начать со мной снимать. Продолжать. Так что, ребята, ждем. Скоро он появится. Также у нас там вот начал строиться Руслан. Ну, я как-то что-то не посоветовал с Вовкой. Вот. И разрешил Руслану, чтобы он с нами играл. Ну, я думаю, Вовка будет не против. Уж Руслан вполне нормальный, адекватный человек. Вот. Итак, что мы делаем далее? Мне нужна станция. Поэтому я сейчас сделаю вот этот верстак. Мне будет все равно нужно два. И делаем вот так две станции создания. Угу. Так. И сейчас будет памц. Вот таким образом мы получаем... У нас уже есть и станция создания, и инструментальная станция. Это клево. Теперь нам нужно сделать трафаретный стол. Вот. Элементарно вообще делается, вы видите. Вот так кладем. Получаем трафаретный стол. И еще нам нужно с вами, ребята, создатель деталей. Вот тут нужно будет заглянуть в сундук. И взять вот это бревно. Берем бревно. Берем бревно. И, по-моему, тоже вот такую штуковину. Да что ж такое-то с моим горлом, ё-моё. Он першит и першит. Я вроде чайочку попил перед серией. Жаль, не оставил. Надо было бы оставить, чтобы потом еще было у меня. Так, и давайте сделаем вот каким образом. Вот в этом углу я их поставлю. Поставлю я их не просто так, а определенным образом. Так. Мы берем и просто вот здесь вот таким вот пам-пам-пам-пам. Далековато от сундуков. Ну, как бы... Слушайте, а реально, а чё? Чё мне? Что я потеряю от этого? Так, пусть будет здесь. Так. Копаем, копаем. Я вот это не люблю, когда сквозь у меня, сквозь вещи, проглядывает земля снаружи, да? Поэтому я всегда, когда делаю такие углубления, всегда обязательно вот таким образом. Поставим факел. Факел ставится на стекло на это. Это классно. Так, ребята. И мы ставим теперь... У меня будет... Так, так, так. Так, первое мы создаем детали. Нет. Трафареты. Первое мы создаем трафареты. Потом нам нужно делать детали. Далее пусть у меня будет стоять... Так, я чаще всего буду вот сюда развернут, поэтому ссори, ребята. Хотя нет. Все верно, все верно, все верно, ребят. Так, ставим банс. Ставим создатель деталей 2. Ставим верстачок 3. И инструментальная станция это самая главная штука. Yes. Ребята. Итак, остается сделать сундук для трафаретов. Для схем. Мне для этого понадобится обыкновенный сундук. Кстати, я понял, да, надо будет бумеранг еще сделать. А то мой куда-то потер... Его кто-то спер у меня, я так чувствую. Я прям вот... Вот прям чувствую. Так, трафаретный стол. А если мы прям к трафаретному столу вот сюда засунем... Слушайте, а это мысля вообще. Ну-ка, 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 ну-ка. Так, я кладу туда трафаретный сундук. И нифига, ребят. Нифига. Печаль. А я думал схалявить. А если здесь он стоит, то тоже нифига, ребят. Но тем не менее, как бы я его здесь и поставлю все-таки. Пусть он здесь стоит рядом с трафаретным столом. Не очень хорошо получилось по отношению к выходу, к входу, да? Вау. У меня здесь ребята были в костях. Они бегали, собрали. А я ничего не в курсе, как так. Почему я не в курсе? Так, ну это в принципе не проблема, не вопрос. Мы сюда кидаем розит. Мы сюда кидаем руды. Мы сюда кидаем шарды. Мы сюда кидаем мясо. И пусть картошка там же валяется. А вот эти руды у нас идут вот в это место. И, кстати, смотрите, в чем прикол. Вот здесь вот у меня получается, работает вот эта схема на вход и на выход. То есть у меня появляется пыль. И она идет не вот сюда, а она идет вот сюда. Почему? Видели, у меня появился камень. И сейчас сразу же у меня камень сюда попадает. Из камня у меня получается песок. Давай. Песок уходит. И песок снова сюда же идет. По кругу. И, собственно говоря, иначе бы он попадал в печку и его бы жарило там. Вот. Песок уходит. И получается у меня кремень. Должен получаться кремень. Кремень. Ну, он, по-моему, с каким-то шансом. Поэтому не всегда. Вот. И тут у меня такая же, собственно говоря... Нет. Тут у меня просто тянуть стоит. Так, ребят. И мы дальше, получается, делаем с вами что? Я засуну вот эти схемы. А пустые схемы сюда нельзя положить. Вот. Ну, вот заподлянка. Да? Подло это. Подло так делать. Но, тем не менее, как бы, вопрос, а зачем их туда класть? Логично. Но, как бы, они же пустые. Они же тоже схемы. Так, мы сюда ставим сундук. И здесь у меня будут как-то какие-то схемы лежать. Пампс. Все. Прекрасно. Трафарет. Да. Ага. Трафаретный стол. Мы кладем сюда. Берем схему стержня. Следующая у нас кирка. Следующая лопата. Дальше. Топор. Лезвие. Держатель. Еще один держатель. И еще одна фигнулина. И крестик маленький. И шарик сковородка. Так, это под таблички. Это лезвие небольшое. Чисел. Схемы прочного стержня. Большой крест. Так. Как это? Это плитка. Плитка. Это боковая плита. Так. Топор. Коса. Коса. Лопата. Большое лезвие меча. Молот. Серп. Так, так, так. Оперенная какая-то фигня. А, это оперение было. Наконечники стрелы. Схема стержня инструмента. Ребята, и на этом они кончились. Вот таким офигительным образом. К сожалению, здесь их, когда кладешь, что их здесь нельзя. Тык-тык-тык-тык-тык. Они просто не сортируются. Да, ребята. Это немножечко печаль. А, стул. Я хочу посмотреть. Вот мне нравятся, кстати, разные. Тут можно делать текстуры. Вы смотрите вообще. Кобаль. Тинкер констракт. Блёвый. Вот, вот. Офигительно выглядит. Что это? Алюминиевый блок. У меня, кстати, алюминиевые блоки есть. Алюминиевый. Ала. А вот этот оловянный. Да, я сделаю оловянный. У меня их много. Так, сколько там нужно? 6, по-моему, да? Блоков нет? А, так. А, нет, нет, нет. Тут не 6. Тут всего 4 блока этих надо. Пам-пам. Вот так сложили. О, кстати, у меня сундучок. Присоединился туда инструментальная станция. И обожжённые кирпичи. Ребят, я сейчас не буду заморачиваться. Я просто сбегаю до ловчика. Он против не будет. По-любому. Вряд ли ему это что-то сейчас даст. Мы ему потом этих кирпичей наделаем. Наложен. Тут, понимаете, тут как на улицу выходишь, так сразу там столько кирпичей. Там всё, как бы, это вообще без проблем. Так, инструментальная станция. Почему она мне не нравится? Вы видите количество предметов. Ладно, скажем так, две строчки по 5. И одна 4. Итого 14. Мы забираем нашу замечательную станцию, кладём её вот сюда и получаем инструментальная кузница. Это просто обалденная штуковина. Я возьму блокнот и я кое-что здесь поправлю. Сделаем вот так вот. Кузница. Ой-ой-ой-ой-ой. Кузница. И молот. И столы, и формы мы сделали с вами, ребята. Я полагаю, что до ботании мы так и не дойдём на этой серии, потому что она уже длится и длится, а пока ещё ничего не произошло. Но она, в общем-то, не так и долго ещё идёт. И смотрим. Четырежды 5. У нас получается 20, ребята. 20 ещё на 6 рецептов больше, собственно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот эти штук. А нам нужны молоты. И смотрите. Фишка в чём? Почему я хочу молот? Потому что это круто, конечно. Возвращаемся. Да, ребята, ребята, мы возвращаемся к самому началу серии. Помните, я вам говорил, что да, это офигительно. Кирка из лимонита, которого, в общем-то, довольно много. И делай этих кирок сколько хочешь. И мы говорили с вами про опыт, мы говорили про зачарование. И я подошёл как раз-таки к нашей с вами теме. Да, лимонита много. Его, правда, долго копать, но не суть. С эффективностью 5 это не так уж и медленно происходит. Но, однако, они ломаются, эти кирки, чинить их за опыт дорого. Снимать с них зачарование, делать новую лимонитовую кирку и зачаровывать её заново тоже дорого. Потому что часть опыта теряется. И получается, что как бы, ребята, копать приходится много, а оно как-то всё нехорошо выходит. Потому что, как бы это так сказать, как бы так сказать, ребята, так, 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 так. Вот, тратится быстро, тратится быстро кирка. Как только куда-то вкопаешься, её бах и всё. И нету. А копаешь-то тоннель при этом 1 на 2, да, то есть высотой в 2 под себя и пошёл так потихонечку. И я мог бы сделать что? Я мог бы сделать вот такую кирку, вы, ребята, кто молодцы, да, кто хорошие зрители мои, кто смотрит меня давно. Вы знаете, это кирка, ну, либо не только меня, как бы. Это не суть. Её можно чинить легко, там каменный наконечник на ней сделал, и всё, и она бесконечная. По сути, там, как бы в неё, там, вкинул сколько, 400 лапеса. У неё, правда, столько лапеса нет, ребят, даже если вот этот переделать. То есть, знаете, вот есть блокнот, а нужно ещё калькулятор, но на самом деле 14 на 9 мне так уж сложно посчитать. Ну, я не буду заморачиваться этим вопросом. Но всё равно, как бы, 14 на 9, там, даже если на 10 умножить, вы понимаете, 140, это явно не 400 лапеса, да. Это много очень, и ещё сотку редстоуна в неё, то есть, дорого получается, дорогая кирочка здесь у нас. Ну, молот, молот копает 3 на 3, 9 блоков за один удар, и это просто офигительная вещь, его делаешь из камней, и он офигенен, ну что я могу сказать. Так, и нам для молота нужно две боковых пластины, вот такие криперлица, да, крипер плитки, собственно, наконечник молота и наклонный стержень. Давайте так и сделаем, плитки, молот и наклонный стержень, наклонный стержень, это вот схем, нет, это лезвие меча, лезвие, 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 да что ж такое, какой наклонный-то, я, о чём я говорю, наклонная палка тонкая, что ли, у меня что-то понятнее, либо тонкая, либо толстая. Ну-ка, давайте возьмём и такой стержень, и такой стержень, и посмотрим, что у нас из этого получится. По-моему, что-то ещё нужно было, однако, 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 нет, больше нам не нужно. И мне нужно взять, я хочу сделать вот что, я хочу сделать. Возьмём ещё один алмазик, я хочу сделать, собственно говоря... Где ты? Давай, ищись, ищись, друг мой. Пропопом! Так, что-то я не могу понять, не могу найти. Ну-ка, интересно, а обсидиан можно вообще использовать там? Вот это было бы интересненько, ребята. Так, вот железо. Мы с вами вот так возьмём. Да он слишком много вообще взял на самом деле, но это не суть. Это не суть, сейчас разберёмся. Так, мне трафареты делаются у нас, это ладно. Создатель деталей. Мы кладём пластину, и давайте смотрим. Из обсидиана, можно делать обсидиан, базовая прочность 89. Чё-то как-то... О, обсидиановая пластина. Ну ладно, давайте сделаем одну. Ух ты, нифига, на 8 штук зажрала сразу. Да вы чё, издеваетесь, ребята? Это, блин, пипец. Это пипец. Ну ладно, как бы, знаете, что я вам скажу, ребят? Была, не была, мы сделаем две пластины обсидиан. И я посмотрю, чё из этого получится. Схему... Так что у меня много... Вообще получается много у меня железа. А вот думаю, может просто её железом делать. Но вообще же, вот, что-то машинки там бибикают. Да хрэ уже. Вообще вот. Погодите, а из камня... А камень у нас дробится в дробильне? Да. Камень, если подробить в дробильне, быстрее будет, чем ломать. Так, сейчас мы сделаем вот таким образом. А, он пока дробится, это ничего. Пока дробится, нормально. Так, мне сколько? Мне нужно, по-моему, штук 8. Я пока что сбегаю, положу вот эти штуковинки вот сюда по печам. Это сюда, это сюда. Ребят, вы не смотрите, что я кидаю там, одну штуку закинул, и всё, и она горит, да? Это, как бы, я вообще не парюсь. Вы... У меня вот это вот одна печная конструкция, тут вон сколько угля. И там ещё есть вторая, возле лесоруба, кстати. Давайте всё-таки возьмём аметиста, да? Шесть штучек. Сделаем вот такую замечательную вещь. Так, аметист. Железо-метиста нельзя взять. А, кстати, а может быть, и можно сделать, я не знаю. Так, аметист, аметист, прочность 1, стоимость уровень 6. Ой, не, дорого. Не буду, ребят, я тратить уровень. Ничего страшного, как бы аметист копнуть потом лишних 6 блоков. Ой-ой-ой-ой, ребята, тут какая жесть. Ну, блин, ну, дыра была, а я вот хотела, она всё. Так, а аметист у нас не ломает, по-моему. Хотя я вообще лучше не буду так делать, а то это будет нехорошо. Так, давайте мы слезем сюда, посмотрим в сундуке. У нас место есть, я выкапываю вот этот блок и туда кидаем топор. Кстати, вау, бах, просто и нету. И всё, и нету деревьев. Так, ааа, дырка. Дырка, дырка, подлая дырка. Как это так можно было? Вот это мне нравится. Кстати, вот это делаются из дубов, из обычных. Делаются саженцы великого дуба. Получается вот такая вот огромная буйда. На тебе, на тебе. Ты чё такой? Западло, а? Ну ладно, пусть фиг с ним там висит. Он ничего никому не сделает, как бы не мешает. Я вот про чё ещё говорил тут. Дерево, видите, да? Яблоки, всё такое. То есть оно как бы, тут копай, не копай, эти деревья. Уголь трать, не трать, ничего вообще не будет. Профигу, абсолютно. Так, мы топор вот этот кладём обратно сюда. Он потом его возьмёт к себе, когда ему будет нужно. Топор тут кончится. Он этот самый топор достанет. Так. Эх, времечко, времечко подходит к концу. А мы ещё даже не доделали молот. Это вообще, как же так? Так, смотрите, мне нужно ещё наконечник и камень отдай, отдай камень. Песок тоже отдай, нельзя так. Всё, песок убрали. А где песок, это можно было как раз таки обработать, но не суть, это не важно. Так, и мы делаем каменный наконечник. Он нам один пока что будет нужен. Так и делаем. Из чего бы? Так, из чего бы? Давайте сделаем, наверное, из железа вот эту штуку. Так, палка. Чё-то она не хочет, не хочет. Тогда побольше положим. Пам-пам. А чё палка? Почему палкой? Схема стержня инструмента. Я вообще, чё-то я не понял, ребят. Схема стержня инструмента. И чё? И какого фига она? А может, всё-таки нужно ей блоки? Я не знаю, сейчас... Ой-ой-ой. Чё сделал, вообще не понял. Так. Может, всё-таки ей блоки надо? Но это было бы странно. Я не помню, чтобы тут нужно было блоки класть. Или может, она только из камня всё-таки делает? Но вообще, должна делаться не только из камня. Это странно. Так, а если толстая... Толстая дубина делается из железа? Вот базовая прочность есть, появляется. Но это, видимо, базовая прочность материала нашего с вами. Железная. А не хочет. Вот вообще. Никакую не хочет. Так. Вот. Таким образом у нас получается... А нет, я его уже брал. Но это не суть. Так, ладно. И дальше мы, получается, должны его вот здесь вот таким вот образом выложить. Да, ребята, вы, наверное, заметили. Там времечко прошло. Но это не особо важно. Ну так, кладём палку и кладём сюда молот. И у меня получается... Странная надпись какая-то. Так. Вот. В общем, скорость добычи 6. Уровень железа. Давайте сделаем ещё вот что. Давайте сделаем пластины и сделаем их... А почему оно не хочет? Ай-яй-яй. Почему оно не хочет делаться железно? Вот, по-моему, здесь кубики всё-таки надо класть. Сейчас я сделаю кубики. Сколько их тут нужно-то? Ёлки-палки. Я что-то вообще не понимаю. Всё равно не хочет. Не хочет вообще никак. Это странно. Ну, ладно. Ладно уж что. Что тут взять-то? Всё поперемешалось. И, собственно, всё. Мы его забрали отсюда. Теперь можно его усовершенствовать. Таким вот образом... А почему серым становится вот эта панель? Я не понимаю. Она какая-то сероватая. Вот таким образом кладём сюда блок редстоуна. Вот сюда точнее. И у нас получается мы уже вот прокачиваем его. Довольно громко она стучит. Но это как бы не особо важно. Единственное, что оно... Такую заподляночку делает. То есть тут вот так вот его можно пощёлкать туда-сюда. Вот. Мы его забрали. Теперь у нас их 50. Осталось модификаций. Давайте добавим сюда алмаз. Останется одна только... Правда... Модификация, да? Так, так, так. Так, ну ладно, добавляем сюда алмаз. И добавляем сюда снова редстоун, собственно говоря. Вот таким образом. Его у нас 95. И получается... Снова что? Кладём вот сюда редстоун. И вот так вот по одной штуковине его туда кидаем. Кидываем, да? Так. И ещё одну штучку, одну штучку. Ещё буквально. И всё. И у нас больше модификаций недоступно. Недоступно. Но... Есть одно новое. Вот по-моему нужен алмаз. И по-моему нужен золотой блок. Или просто золотой блок. Точно сейчас не помню. Смотрим. Золотой блок. И алмаз. Давайте так положим. Да, вот. Всё. Мы добавляем модификацию ещё одну. Это улучшение к нему. И получается у него, видите, ничего не меняется по прочности. Но добавляется место под ещё одну модификацию. И вот здесь скорость у него. Увеличивается. Вот я думаю, что вряд ли нам будет нужно мне этот самый. Удача на нём. Удача у меня есть на кирке. Поэтому я чисто на нём прокачаю сейчас вот эту вот самую скорость. Собственно говоря. И снова пятёрочка. Вот таким образом она вкачивается. Пам-пам-пам. Всё. Всё, ребята. Получается скорость добычи 18. И я сейчас пойду. Давайте прям проверим. Как это оно работает. Это должно быть быстро. Должно быть быстро. Наверное, наравне с вот этой киркой. Так. Ну, что, где? Давайте попробуем внизу. Кстати, сейчас тут будет видно некоторые... Вот почему-то здесь не спавнится никогда никакие ужастики. Кстати, один... Ой-ой-ой. Тут вот эта штука... Вообще. Вот видите? Видите? Прям сбивает очень сильно. Это от этот газ тьмы какой-то. И не знаю, я его так назвал просто для себя, да? Вот он появляется, когда открытый бедрок. И темно. Нет освещения. Вот. Вообще штука опасная. Он просто убивает на раз. Поэтому как бы с ним лучше не шалить. Лучше не шалить с ним. Иначе можно просто остаться трупом. Собственно говоря. Да, у меня штаны на прыгучесть. Я по этому прыгаю вот так вот высоко. Так, ну понятно. Понятно. Эту штуку не хочет бить. У нас уровень копания. Не помню, честно, какой там показан был, да? Ну, смотрим. Ну, как сказать? Как сказать? Не айс, конечно. Не самое крутое. Но, пожалуй, что по скорости будет равно... Так, давайте засечем прям. Давайте засечем. Вот. Раз. Два. Ну, две секунды примерно, да? А тут... Вот смотрите. Вот гораздо больше времени уходит, да? На то, чтобы прокопать эти же самые девять блоков. А тут раз, так вот. И, собственно говоря, все. Легко это все копается. Вот так вот удобно. И что самое клевое... Сейчас мы прям с вами пойдем и проверим. Причем, как бы использовать в данном случае с этим молотом там можно любого типа, да? Эту инструментальную станцию. Как наковальню, так и обычную инструментальную станцию можно использовать. Так. И мы поднимаемся, 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 поднимаемся. У меня вот здесь есть инструментальная кузница. Точнее, не наковальня, а кузница. Кладем туда вот этот молот и рассмотрим он. А что, скорость добычи 18.42? Стало больше, что ли? Я что-то не понимаю. Упа. 18.42. А что? Скорость добычи увеличивается по мере... Это странно как-то. Так, 953. Мы видим, ее можно починить, да? И еще один момент. Вот, кстати, по-моему, здесь тоже можно. А, в этой... Так, ну-ка. Вот 900. И здесь 400. Вот так, если забрать, вот, все полное. То есть, вот так, если кладешь, то тут вот можно ее чинить вот таким образом. И я вот сюда сейчас закину булыжника, чтобы... Ой-ой-ой. Чтобы можно было сразу просто его применять. Можно было бы, чтобы им чинить. И не запариваться этим делом. Так, смотрим блокнот. Ставим вот это вот у нас готово. Ну, а два остальных пункта, ребята, остаются на следующую серию. Потому что сейчас их уже действительно некогда делать. Они уже... Ну, по времени, по времени, ребят, уже все. Уже время вышло у нас. Так. Так, очень жаль, что здесь нет рюкзаков. Вот они безумно нужны. Безумно нужны при вот этих ситуациях с молотами. Потому что молотом очень быстро все набирается. Просто там... Ну, как бы реально забивается инвентарь вообще в хлам. Ну, вы сами наверняка знаете об этом. Так, смотрим, что тут у нас. Высокопрыгаю, мне нравится, кстати. Ну, что ж, ребят, большое спасибо. Большое спасибо за то, что вы смотрите мои видео. И я желаю всем удачи, всем счастливо, всем пока. И кому понравилось, конечно же, ставьте лайки. Пишите комментарии. Я очень люблю читать комментарии подписчиков и зрителей. Потому что через них в основном выражается именно... Как бы общение, да, со мной. Вот. Ну, которое не в личке происходит. Вот. Поэтому пишите. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами был генерал Владимир. Всем пока, ребят. Пока.